как давно вы приехали в армению я приехала сюда в апреле прошлого года и решила остаться на подольше я приехал в армении в марте 6 марта 22 года то есть уже почти год я здесь я приехала 16 марта прошлом году то есть получается почти год назад я приехал 27 марта 22 года приехал ну после начала войны практически как смог сразу я приехала в армении 6 марта сожалению через три недели безуспешных поисков квартиры пришлось поехать на пять недель более теплое место но вернулась я приехал 11 месяцев назад приехал в связи с известными событиями ну и на самом деле можно признаться в том что никогда не думал о том что придется переезжать в армению до того момента не воспринимал армению как страну где мне придется жить достаточно долгое время я приехала сразу как началась война но не остепенила здесь сразу я немножко покаталась была в турции была в грузии немножко в армении потом вернулась обратно в россию и после объявления мобилизации уже окончательно переехала в марте того года после начала войны в украине переезжали ли вы самостоятельно или вам помогала компания я можно сказать что в марте переехал как бы самостоятельно да компания помогала финансово предложил уехать туда куда мы захотим но потом уже до компания закрывал офис перевозила нас сюда все кто хотел переехать был готов переехать но в марте я бы сказал что где-то между наполовину сам наполовину помогал компания я приехала самостоятельно и уже на месте нашла работу со временем я сменила несколько видов деятельности по своей профессии но изначально у меня не было конкретного плана что я буду здесь делать я переезжал самостоятельно более того у меня вообще почти не было никакой работы были какие-то там недолгосрочные проекты вот поэтому приезжала почти в неизвестности я переезжал самостоятельно сожалению на работе тогда вообще не рассматривался переезд но так как компания строительная строительная и сфокусирована на строительный российский бизнес то опции релацироваться в другую страну у нас не было вот поэтому я изъявил свое личное желание получил согласование от руководства и переехал и работаю удаленно переезжала я сама можно сказать но компания помогала впоследствии материально ну то есть серединка наполовинку нам в определенный момент предложили возможность переехать не только в армению вообще переехать или поехать в ту страну где мы будем чувствовать себя в безопасности многие поехали в армению и так как достаточно большое количество сотрудников в итоге выбрали армению по разным причинам я присоединился к ним переезжала полностью самостоятельно потому что из-за того что все случилось неожиданно компания не была готова перевозить всех сотрудников за свой счет но повезло компания полностью ревоцировала поэтому и помогала со всеми сопутствующими вопросами как много времени потребовалось на то чтобы адаптироваться в армении я думаю потребовалось около двух месяцев для того чтобы разобраться где жить где работать и немножко привыкнуть к местным условиям наверное в полной мере адаптироваться все равно довольно сложно особенно когда ты не понимаешь что ты будешь делать дальше и у тебя нет четкого решения о том что ты остаешься в этой стране надолго навсегда и ты понимаешь тебе нужно здесь как-то вливаться в том что бюрократически культурно и во всех остальных смыслах как только я нашел нормальную квартиру работа мне помогла сделать банковскую карту и в этот момент как бы я понял что все я здесь хотя бы остаюсь на какое-то время но это сложный вопрос вот что мы понимаем под словом адаптироваться потому что если какие-то бытовые базовые штуки там найти магазин своего стоматолога туда за год я нашла а если ну ментально как-то адаптироваться то я бы не сказала что до сих пор то произошло мне кажется у меня потребовалось на этом месяц может быть два чтобы привыкнуть ну там завестись обзавестись банковским счетом привыкнуть вот ко всему как тут что происходит в другой стране в армении ну это занимает примерно месяц мне повезло чуть больше потому что со мной переехало довольно много коллег даже в то время в самом начале и я нашла здесь друзей довольно быстро поэтому это конечно сыграло огромную роль в адаптации мне кажется до сих пор еще адаптируюсь я думаю что за месяца 3 удалось решить все основные какие-то хозяйственно административные вопросы то есть снять квартиру оформление документов бумаг и принципе как то чтобы устроиться я думаю что да вот какой-то основной такой самый стрессовый период интеграции он занял примерно три месяца приблизительно месяц я думаю потому что приехать в чужую страну это достаточно сложно очень много разных ситуаций открыть карточку найти жилье это все время это энергозатратно поэтому ну где-то наверное в течение месяца вот были такие немножко качели я не могу сказать что много времени потому что все таки близкие страны и то что в армении большое количество людей говорить на русском языке это очень помогает помогло поэтому несмотря на неожиданный приезд такого количества русских армяне очень приятно встретили если любимые места в армении в ереване да мне очень понравилось на симфонии камней мы ездили туда осенью с подругой на мопеде было очень красиво мне понравился колорит вообще понравилась природа в принципе дорога была очень необычная а что касается еревана какое-то любимое место здесь в городе мне нравится детская железная дорога там есть где погулять проводить там время да посмотреть сколько ты успел к сожалению не успел доехать до таттева и вообще до юго-восточной части до сентября поэтому теперь вообще непонятно куда съезжу ли я туда вообще любимые места очень красивый кладбище хачкаров около сивана действительно очень очень много разных абсолютно разных сюжетах на крестах и довольно тихо мораторена место классно что когдаival там 5000 него не было на самом деле это большая боль потому что прошлый год был такой занятой что я очень мало посмотрела очень много хотела была на севане несколько раз естественно была в бюрок а не на фестивали в delgers тоже несколько раз все очень хочется поездить очень много красивых мест куда хотелось бы наверное любимые тасс иван потому что когда в зереване было супер жарко в прошлом буду 40 градусов, Сиван спасал. А в Дереване любимое место, наверное, это парк влюбленных. Много было вечеров там классных, поэтому мне там нравится. Мне не хватает парков здесь. Много ездил, особенно весной, летом. Ну, в силу того, что страна небольшая, объехать ее полностью не займет много времени и труда. Страна красивая. Любимое место, наверное, я отдам Дзилижану, потому что, ну, это как будто уголок совсем из другого мира. Очень зеленая, гористая, красивая местность. Армению успела посмотреть, поездить по разным красивым местам. Здесь, конечно, божественная природа. Горы очень красивые. Мне очень... В основном, мне нравится, конечно, на природе здесь. Это основные места, где такие места силы, я бы даже сказала. Есть некоторые отели, там, на берегу Сивана очень красиво, или такие маленькие домики в горах. Это, пожалуй, мои любимые места в Армении. Немножко поездил. Естественно, на экскурсиях были и в Хорверап, и в Гарни, и в Гегарде, и в Сиванке, и на Раванке. Но я думаю, что основное, мое любимое место, это, как бы странно это ни прозвучало, это Арарат. Потому что это то, что произвело на меня сильнейшее впечатление. Если говорить про Ереван, например, мне очень нравится здесь музей Марсироса Сарьяна. Очень яркий, как и сам художник, как его работы. И музей Параджанова тоже. Всем очень рекомендую. На самом деле, не успела посмотреть страну. Конечно же, посмотрю. Ну, на данный момент мне нравится в Ереване. На несколько экскурсий мы съездили. любимые места. Мне нравится Цахкадзор. Мне нравится воздух там. Любимое место в Армении. А в Ереване? А, в Ереване любимое место... Да я думаю, центр Еревана. Это все мое любимое место, потому что там есть где погулять, есть где вкусно покушать. И довольно приятно провести там время. А можете назвать три плюса и три минуса жизни в Армении? Мне нравится то, что здесь приятный климат. Вот мы сейчас сидим в середине февраля на лавочке. И, в принципе, нам нормально. Мне нравится, что здесь чистейшая вода. Вкусные продукты, особенно овощи, зелень. Ну, еще мне очень нравится природа. Мы немного где были, но виды, конечно, прекрасные. Я думаю, что в основном это отношения людей, некоторых. Мне очень не хочется обобщать. Есть такое неоднозначное отношение со стороны мужчин. Так как я выгляжу как армянка, ко мне не подходят, по крайней мере на улице знакомиться, но к моим русским подружкам подходят регулярно, и они, честно, уже устали от этого, потому что знакомиться никто не планирует. И даже, когда девушка говорит, что она замужем, или у нее есть парень, это никого не останавливает. Еще есть один неприятный момент, это арендодатели. К счастью, мне очень повезло с моим арендодателем. Он замечательный человек, но большинство моих друзей снимают квартиры, дома, и я регулярно слышу о каких-то проблемах, связанных с этим. Кому-то неожиданно повышают аренду, ни с чего, при том, что и так условия довольно-таки неприятные. А третье, цены на газ. Я не ожидала, что будет такая дорогая коммуналка. Здесь, конечно, очень дорого выходит, то есть больше половины аренды квартиры выходит только на коммунальные платежи, это, конечно, тоже неприятно. Среди плюсов, несомненно, намного большее количество солнца, после Петербурга, из которого я родом, это, конечно, сильно чувствуется и вставать с утра легче, когда солнце светит в окно. Из-за этого намного больше фруктов и их можно дольше купить. И я помню, что в прошлом году, буквально в октябре, попало последнее ведро малины. Среди минусов, наверное, чистота воздуха, точнее, периодически зимой, к сожалению, довольно грязный воздух и мелкие частицы, которые есть в воздухе, и, соответственно, отсюда запах появляется в воздухе и довольно тяжело иногда даже на горях, хотя я живу в Рапкире, пройти по улице, что очень-очень стойкий запах гария. Наверное, в каком-то смысле менее развита медицина и меньше доступ, на самом деле, я потихонечку почитал про отсутствие системы какого-то обязательного медицинского страхования в Армении, то есть, также доступ обычного населения вообще к медпомощи, это, пожалуй, минусы, довольно непривычный элемент после России. Один плюс я объединю, точнее, два объединю в один, это супер дешевые, супер вкусные фрукты, овощи, круглый год, ну, ладно, зимой не дешевые, но летом дешевые, и тепло. Я, как супер северный ребенок, очень радуюсь таким штукам, потому что мне этого всю жизнь не хватало, и для меня это прям очень круто, когда я могу выйти и купить какой-то очень простой, но вкусный фрукт. Ну, такого я не видела, например, в детстве. Второй плюс, это действительно размеренная жизнь, потому что, ну, большой город, такой как Москва, как Петербург, в котором я жила там тоже 10 лет, для меня too much. Мне нужно, вот, чтобы было более размеренно. Но это же можно отнести и к минусам, потому что здесь слишком размеренная жизнь, и, да, все делается очень долго, все бюрократические вопросы решаются очень долго, бытовые вопросы решаются очень долго. Поэтому это такое, и плюс, и минус. Еще два минуса, один минус. Армяне очень близко и тепло воспринимают всех, кто так или иначе имеет какие-то корни армянские. Я столкнулась с этим много раз, что если в компании есть человек с армянскими корнями, к нему относится теплее несколько. Но это не то, чтобы прям большой минус, большая проблема, просто это не мое восприятие. И последний минус это вождение. Водители очень агрессивно водят, поэтому первые разы, когда мы ездили на такси, мы прям выжимались в кресло, и в некоторые разы я даже пристегивалась на заднем сидении, потому что я думаю, блин, я не доеду до пункта назначения однозначно. Они агрессивны и в вождении между друг другом, они часто ругаются на дорогах, ругаются с полицией, ругаются с пешеходами. Первый плюс, наверное, и основной для меня, что в Армении много русскоговорящих людей, кто может как-то изъясняться и понимать себя. Второй плюс, также для меня, как для Релаканта, это довольно просто получить лицензию на долгосрочное проживание здесь. И третий плюс, я думаю, что природа в Армении довольно красивая природа, мне она нравится. Первый минус, наверное, что все-таки в этой стране идет затяжная война, и как бы то ни было, она сказывается и на состоянии, в принципе, экономики страны, и на расположении духа людей, можно так сказать. второй минус, мне очень грустно, но я вижу очень много мусора по Армении, по стране, почему-то местные жители не очень заботятся об чистоте своего дома, где они живут, и довольно много мусора даже в местах, где там условно родниковые ключи бьют, все равно можно видеть бутылки в бантике. И третий минус, я думаю, что здесь можно назвать плохую транспортную доступность по стране, то есть условно, если у тебя нет машины, то добраться из точки А в точку Б в другой город можно только на такси или как-то договариваться о каком-то трансфере, никаких поездов, ну, автобусы ходят, но тоже не повсюду, насколько я знаю. Из минусов это какое-то повсеместное равнодушие некоторых людей, я бы даже сказала пофигизм, то есть здесь люди относятся ко времени и к своему, к чужому как-то проще, чем в моей стране, поэтому мне это различие менталитетов довольно сложно приходится преодолевать, каждый день там ждать в ресторанах по часу свое блюдо, ждать в очереди у врачей по несколько часов, хотя вроде бы клиника платная и ты пришел ко времени, которое тебе назначили и это касается в общем-то всех сверхжизни здесь. Второй минус, пожалуй, это еда, как ни странно. Нет, здесь есть вкусная еда, просто я не любитель мяса, поэтому для меня адаптироваться именно к здешней кухне было немножко сложно, вот, третий минус. Здесь все-таки все еще есть довольно зашоренное мышление у людей, некоторых можно даже назвать узколомами, в принципе, такие люди есть везде, просто если отъезжать от Еревана, какой-то вайб 90-х, причем в самом плохом смысле. Один из главных плюсов это тоже люди в том числе, поскольку здесь все довольно радушные, добрые, здесь все стараются тебе помочь, это действительно очень ощущается. Я очень благодарна моим мрамянским друзьям, которые меня поддерживают, если прийти к ним с каким-то вопросом или просьбой. Люди стараются помогать здесь друг второй плюс, конечно, климат. Мне очень нравится, что здесь тепло, солнышко. Я, приехавшая из Питера, от такого немножко была в приятном шоке. И третий плюс, тоже связан с климатом, здесь очень вкусные фруктовыщи. Распространенность русского языка. Мы, возможно, этого не замечаем, не понимаем, но жить в среде русскоязычной, в среде, где говорят на твоем языке, говорят хорошо, намного легче, чем пытаться интегрироваться в среду, где владеет каким-то другим языком, который ты не знаешь. Второй момент, который мне понравился, и я считаю, что это плюс, мне он тоже не совсем понятен, но за что-то здесь любят русских. Как мне понравилась здесь зима, мне не понравилось летом. То, что меня потрясло, но впервые в жизни летом не хотелось выходить из дома. Особенно в августе месяце это была катастрофическая жара, это было очень тяжело переносить, но тоже, как говорят, интересный опыт. Из минусов сложно что-то сказать, конечно, есть какие-то хозяйственные вопросы, есть то, к чему непривычно, но я к этому стараюсь относиться спокойно, философски, потому что нигде не будет так же, как дома. Конечно, есть какие-то моменты, которые отличаются от того, к чему мы привыкли? Безусловно, погода, еда и люди. На самом деле, потому что я сама тоже с Кавказа, мне это все очень близко, я практически как дома себя здесь чувствую. Но, что касается минусов, наверное, очень много собак бездомных, потому что я их очень боюсь. Мне немного непривычно, что мужчины со мной знакомятся прямо на улице или в такси. третий, наверное, достаточно пыльно, наверное, по сравнению с Москвой. Я, наверное, начну с минусов. Самый главный минус для меня в Ереване это очень пыльно. Мне кажется, можно что-то сделать, чтобы пыли было там меньше, больше зеленых насаждений сделать или что-нибудь. Но второй минус, это, наверное, такой личный. У меня вопрос про обслуживание. Это было не в Ереване, а в городе Гюмри, в одном из самых лучших отелей города Гюмри. Очень много вопросов к обслуживанию в этом отеле, из-за чего у меня немножко испортилось отношение к обслуживанию в Армении в общем. Самый главный плюс для меня Армения это природа, за которой прям хочется, чтобы следили, хочется ухаживать. Природа здесь просто классная. И, ну, у меня такого в регионе, где я живу, в России, такого нет. Такого количества разных природ. Далее, очень вкусная еда. Мне здесь вкусно. Ну, и комфортно общаться с армянами. Если что-то, почему вы больше всего скучаете в России по сравнению с Арменией? Ну, только по людям и по каким-то местам, в которых я провела детство, местам, в которые мы ходили с друзьями, но, к сожалению, я не могу туда вернуться не потому, что у меня есть ограничения на въезд, а потому, что там больше никого нет. Чего мне больше всего не хватает, наверное, я из Петербурга, мне не хватает воды, поскольку ближайшая вода насевания, а я очень привык, что у меня есть в центре города река, но, конечно же, это совершенно другой регион и совершенно долгое строение города. Я скучаю по некой цифровизации, потому что я жила в Питере и там все очень легко доставалось, то есть мне нужно было заказать любой бытовой предмет, я делала это в два клика. Мне нужно было записаться к врачу, я делала это в два клика, и в два клика находила нужного мне врача. Ну, я думаю, что моей семьи тут точно не хватает для меня больше всего. Ну, а если не так радикально на этот вопрос отвечать, то, наверное, каких-то удобных сервисов, которые были вот в том же Санкт-Петербурге, где я жил, удобных банковских сервисов, удобных сервисов, там, мобильных операторов, ну, и прочих мелочей. Скучаю, как ни странно, по качественным продуктам, в частности, молочным. Вот, и, например, мясо, рыба здесь довольно дорогие. Молочные продукты здесь российские завозят, и это, конечно, хорошо, но очень многих вещей мне здесь не хватает, если честно. Качество продуктов иногда хромает. Опять же, прослеживается какое-то равнодушие к качеству. Дома, конечно, не хватает. Как бы патетично это не звучало, но дома осталось очень много друзей, дома семья, родители, племянники, племянницы, то есть те, кто по какой-то причине либо не захотел, либо не смог куда-то перебраться. Мне, наверное, не хватает вот этого ритма большого города, потому что я сама из маленького города, и мне нравилось жить вот в таком большом, хаотичном городе, и сейчас заново приходится привыкать к такому размеренному образу жизни. Планируете ли вы оставаться или будете переезжать дальше? На данный момент этот вопрос решается, и я пока не принял решение, у меня есть возможность сейчас переехать, в другую страну, но пока решение не принято. Может быть, и останусь еще на какое-то время. Возможно, ближе к лету я поеду куда-то дальше, это пока не точно, но летом у меня начинается сильная аллергия из-за пыли, и скорее всего, я буду думать ближе к июню, июлю ради своего здоровья. Теоретически у нас, в принципе, есть возможность переехать куда-то дальше, пока я не уверен, что я буду это делать, пока очень сложно вообще сказать какие-то мои далеко идущие планы, поэтому пока я здесь, а дальше будем смотреть. Какое-то время точно я здесь остаюсь, потому что буквально два месяца назад мы переехали в новую квартиру, и подписали договор аренды на год. не факт, не факт, конечно, что год останемся, но пока так, куда дальше, пока неизвестно, я думаю, что мы точно куда-то уедем, потому что оставаться здесь мне не было бы комфортно. в планах какое-то время пожить еще в Армении, я думаю, может быть год, может быть чуть больше, если придется, но в дальнейшем, да, я планирую переезжать и искать какое-то другое место для постоянного условного дома для себя. Я хотела бы переехать не знаю куда, но, может быть, это произойдет не так скоро, может быть, через год, может быть, позже. Пока что я остаюсь в Армении, но оставаться здесь на долгий срок однозначно не планирую. Признаюсь честно, я бы хотела переехать в город побольше, не потому что мне не нравится Ереван, просто потому что я привыкла к большим, скажем так, габаритам города, да, но как скоро, к сожалению, не знаю. Пока все еще здесь, но есть планы по переезду, пока не могу о ней говорить, потому что все это еще на правах какой-то идеи. и и Субтитры создавал DimaTorzok